Всем привет, подписываемся до нас на канал еще на подписание, нам это очень приятно В этом видео я расскажу как правильно заточить цепь Расскажу в общем теорию, покажу там примерно на одном-двух зубах Чтобы все было понятно У меня станок заточный регулируется уклон диска Это очень большой плюс, если у вас не регулируется уклон диска Вам там проблематично будет, вас надо постоянно выводить этот диск То есть выводить правильный угол атаки самого диска Дивите, вот например сейчас прокручу диск, дивите на него Сира полоса, видите, пошла такая темная Темная полоса, полоса Все, полоса пропадает Все, полоса про первые диски И чтобы идеально ревный диск был Ну блин, это может попадаться один из, не знаю, десятков, наверное И то, какой бы это не был Хоть розовый, хоть черный, блин, сирый Билые, кстати, белые вроде бы не поганеволы Ну сиплются как зараза Душа них батополяки, ну Затачивать офигенно, классно, конечно Бильные диски, ну это не главное Главное, что раненцы нет, они идут восьмеркой И когда вы начинаете затачивать Вы постоянно, вот смотрите Вот тут получается, видите, один краешок Збивается, вот этот, что-то как раз здесь сирый Звязывается внутренняя кромка вглубь То есть видите, вот это зацепка завязка То есть она не перезатачивалась ничего Это первая будет заточка Вот заточка, видите, с другой стороны Душа видно, меньше, короче, пострадала Бачите, сверху идет завязкий маленький такий крючочок Самый крючочок основной Який начинает делать пропил То есть вот так вот, грубо говоря Цепка заглубляется В древесину И начинает делать пропил Ну за счет, конечно, цього опорного зуба Если его, конечно, спалять так Вона будет, конечно, и так заглубить Например, плюс-минус стоящая Если так выровнять по плоскости То оцей зубчик Режущий должен быть вищий На На 0,7 мм пропила Получается Регулируйте 25 градусов Если у вас квадратный зуб Можно 26, 27 до 28 30 уже вообще не подходит Под квадратный зуб Поверьте, блин, десять год занимаемся Этой ерундой, все заточкой То есть есть уже опыт Самые затачиваем, самые пиляем В общем, людям тоже помогаем Заточкой Если бы показали объем Я бы, честно сказать, ахнули Видите Примерно так зафиксировали зуб Плюс-минус отрегулировали Опускаете динственное Видите, перся в опорный зуб То есть Тихо подводим Так, ставим опять зуб вниз Чтобы на всей плоскости стояли Планки нижние Опять опускаем Так, маловато Еще подведем Так, более-менее Теперь регулируем Глибину пропила То есть Плюс-минус Опускаем Диск в глубину Если сильно глибоко Заглибите У вас этот крючок Будет очень большой Огромный А вообще не будет То есть Поменяется структура самого Зуба Ставим десь примерно Диск Чтобы стоял Оцей Ряжущей кромкой Где-то Плюс-минус Посередине зуба То есть Вот так вот Получалось Топер Подводим ближе Трохи зубчик Во Бачите Как оно получилось Не знаю Видно Подведем поближе Мне в принципе Топер еще не видно Нифига В общем Плюс-минус понятно Примерно Выставляем Сколько миллиметров Надо нам Зрязать Потом опять Фиксируем Все И будем сейчас Делать пропил Вот так еще Трохи Подведем На всяких случаях Чтобы уже Спершой Рад Так Подивемся Что у нас получилось Дивиться Сейчас Видите О Прошу рекона Дивиться Бачите Какой крюк Получился Это называется Дуже сильно Глебоко Диск Заглебил То есть Так и делать не надо Просто зуб Спортить То есть Надо Получается Что сделать Диск Приподнять Где-то на миллиметр Подвести Зафиксировать И так Заглеб Заглеб Так Дивимся Что у нас тут Получается Наш запас есть Еще зубы Битый Еще можно Пилять Вот Уже Поярче Уже Меньше Крючок Получается Вот Так И вот Бачите Получается Крючок Я так скажу Если у вас Регулируется Уклон Диска То есть Получается Регулировка У вас есть То можно Диск Еще Приподнять Попробовать Если у вас уже не регулируется Уклон Диска Два варианта Поставляете Как он у вас есть Так и дальше Затачите Или пробуйте Перекинуть Диск Ну або Попробуйте Перекинуть Диск Так Сейчас Пойдем в диск И пробуем Так Дивимся Что у нас тут Получается 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 У нас Плюс На Минус Плюс Я скажу Да Освещение Во Вот так у нас Получается Получается Что у нас Лучше конечно Диск Трохи Углибить То есть Покласти Положить сам диск Чуть-чуть Назад На там Буквально На Пив градуса И Сейчас Попробую Такое самое повторить На соседях Больше Побитый Зуб Трохи назад Думаю Для запаса Ну Понимаете Не С первого Все Получается То есть Не надо Тренироваться Бо если Сначала Стартануть По цьему Зубу Все Пройтися То Можуть Зубы Короче Длиннее То есть Плюс Минус На серединку Простреляться А потом Дивиться Если у вас Зуб Сильно Побитый То его можно Диском Придавить То есть Угол атаки Змениться И его можно Проточить Или же Все Проточить По кругу Где Зубы Побитые Потом Отдельно Поподводить И все В таком Щадящем режиме Если же У вас Просто Надо Реально Сделать Чтобы Все Идеально То Вибираете Почти Самый Меньший Побитый То есть По размеру И все Зубы Под Линейку Ремняете Потом Удобно Калиберировать Самую цепку Ты ставите На 0 градус Как уже Ремняли Получается Берете Сейчас я вам Продемонстрирую Что хуже Зараз Потом Ставите Диск Подводите До Опорного Регулируйте Буквально Чтобы Зацепление Было 0.1 И Берете Все Зубы Под Линейку Протачивать Один Проточили Другой Проточили Не регулировал Чтобы Понятно На другую сторону Перекидаете Повторяете Аналогично Получается Не Бачу За камерой А тут Проблема Повторяем Зубы Хвостовика Да Не влазит Станок И Походу Или мимо звездочки попал Или уже звездочки Она Не влазит Так Ладно И Так Перекидаем Назад На чем мы тут остановились Сейчас Проходу Назад На 25 градус Чтобы Я ничего не позбивал А тут Позбиваю Так Все Вставили И Пробуем Звездочки Ух Продолжение Ух Простите Видаем Ух Простите Получается Такая Ух Назад Оце Назад Похоже То есть Зуб Будет пилять То есть мы его заточили более-менее правильно Я так скажу Ну то есть, как говорят для первого раза Это идеально, если вы заточуете так То есть вам не надо сильно там париться и выводить Бо все равно у вас первого раза лучше не получится Вы просто хиба что зуб Спиляете сильно и ничего из всего хорошего не получится Если сильно глубоко пропилю Вы вырезаете внутреннюю кромку То есть получается у вас только верхняя Режущая кромка работает, а боковая Незадействована, то есть надо чтобы вот так вот было Это в принципе для первого раза Идеальный вариант лучше не придумывать Серьезно, только теперь смотрите что По факту получается Если у вас тут угол забитый То есть видно что еще коцка есть То есть он получается не супер-пупер Острый, но не сильно тупый Если в принципе не супер-тупый То можно так и остановиться на этом Ну это такая штука Что вы можете через три секунды выйти на улицу Разгазнуть Попасти на якийсь камушок На кусок земли И просто вон у вас все равно Крайшок сразу подъем Или же можете вообще До ладовести Еще спалять чуть-чуть Там буквально соцу миллиметра Чтобы заглубиться внутрь зуба Получается, чтобы у вас была идеальная ровная кромка Тогда у вас будет все вообще идеально Так само делается регулировка на другой стороне зуба То есть вы получаете станок разворачиваете на другую сторону Ставите опять тот самый градус И опять калибрируете То есть получается подачу туда Или подачу сюда Смотрев кое-какий станок У них все станки не бывает Что так идеально вы так Поверьте так вот Заточили одну сторону Звернем на другую сторону И вы затачиваете Не, это вообще лохотрон для народа Розкажу чого Дивите, вот сколько лет станков я не стыкался За десять год я уже всяких станков бачил И людей Ходил до людей Ну короче Каже Пойди до меня Попробуй настроить Что с меня не получается Всех везде Все по-разному Не было еще в моей практике Чтобы идеально было просто так Ну Розкажу чого идеально не было Дивите Например Ту сторону мы там затачивали Нас получилось заточить вот так вот зубчик Видите Разворачиваешь на другую сторону Начинаешь затачивать Або Зразу заточка иде вглубь Хто не куда Ну так аж с провалом Або он зуб вырезается вообще ревно Вот так вот То есть вырезался зуб и все То есть ничего хорошего не получается То есть надо под каждую сторону регулировать заново И не так что там чисто там Вперед назад И надо еще регулировать самим диском Вот блин Дивите на мой станок Гляньте как бачите Тут вило Вот Вот за період заточки одного цепка Одного цепка Може у колон диска Вот я затачиваю Можем поменять Ну если великий цепок там например Двадцатка Или там Восемнадцатка Смотря какое качество Ну это Великий фактор влияет на это Можем поменять не раз То есть Можем поменять То есть там Больше-менше диску положить Из-за того что на другую сторону Разворачиваешь Смещается То есть Оттуда получается соосность Самого края диска Из самого центра Оцею штуки Вот так Воно меняется Из-за того что Диски есть Большие размеры Меньшие Процессы эксплуатации Вони стачиваются Во-вторых Соосность не выгадали Точно с завода То есть Может быть туда смещено Сюда смещено Короче по разному там может быть Откалібрировано И то есть Получается Надо везде делать Перерегулировку А я скажу за то что Я затачиваю Ну меняется у меня там Раз Может два Может не разу не меняется Это из-за того что Диск трохи изнашивается Чтобы диск заново Не шарошить То есть Его не выводить Прочее Меню уклась Например Ну то есть Зил у меня тут например Кромку Часть кромки Зверху Получается Менее диск лучше Заложить То есть Три секунды его там Открутив Диск уложил Душье Підвив трохи Зуб Підняв висоту То есть Чтобы трохи диск Піднявся выше Все и дальше Затачую Бо если так например Ну если Хтось затачивав То знае Если пользуется Людина штангельом То есть В самом начале В принципе Будете затачивать И вы там Вимирюете Или посерединке Или Если что Три секунды Полеменее Самым меньшим зубом Все ревняете В кучу Так Но это используется Штангель То есть Не нагласно Вы же пользуетесь То То Как затачиваете Сначала Первого зуба И проходити По кругу До другого зуба То С другой стороны Например Я первый начал точить Потом затачиваю Сюда Иду И вот Получается Оце что был перед ним Я начинаю Мирить В размере Почти на миллиметр Больше В диаметре То есть Длину Можете Если вы Калибрируете З помощью Станка Наждачного Вот так Как я вам показал То есть Дрегулировали Просто Опорный зубчик Пилюйте Туда Сюда То У вас Зуби Будут неправильно Откалібрированы За то что Передние зуби Пів цепка Грубо говоря Спереди Вони тут Вище И вы Зрезаете И получаете такой эффект Когда вы начинаете Пилять У вас цепка Вроде бы Ставите Пилять нормально Потом Заглубляется Определенную Толщину дерева То у вас начинает И пилку Пилять И пилять И пилять Восьмеркой Это за то что у вас Зуби Идуть Маленькие Больше По кругу И до конца Великие И с другой стороны Так же как вы затачите Аналогично То есть вы начинаете Затачивать И поехали Поехали А в итоге Приехали Получается У вас же так же Тут были Великие и маленькие И бувает такой эффект Вы пилите Пилка Вода 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 Неэфективно Пиляя Тобто Пару передних зубів Затачували Цепка Получается Хуже пиляя Чем на последнейшем Затачували Из-за того что В ней тут зуб длиннейший А цей Опорний Дуже и зрели То есть на эти, что идут спереди зубы, больше йде нагрузка, а эти уже больше таки идущие прогуляющие, то что, ну, калибруете, что вы, например, на станке все же под один гребенец, это если вы калибруете специальную планку, каже, опорный зуб отдельно, нам напильничком подводите, да, базара немае, так подходите варіант, всем будет все отлично. Я правильно рассказал, ну, на счет своего момента, видите, это все scoring подводит, это заводская заточка, periods, прям, не ятервозз. Да, это я затеннюю, кардон, это заводская заточка. Видите, тут есть крючок, реальный крючок, который грызает в дерево, потом боковую кромку разрезает, он тр 3-6 по кругу вeraстит, это не то, что он острый, это то, что он тупый, просто залезався. То есть воно уже в дерево не гризается. Спасибо за просмотр, до новых встреч!